19 января завершается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание. Все желающие выпускники школ, колледжей и профтехучилищ могут проверить свои знания накануне официального экзамена. Пробное ВНО 2021 имеет свои особенности. Во-первых, вместо двух предметов в офлайн-режиме абитуриенты будут сдавать один. Учителя рекомендуют выбирать предмет профильный, чтобы не только понять процесс регистрации и структуру прохождения экзамена, но и проверить свои знания. Кроме того, школьники могут получить тетради по всем предметам, которые их интересуют на электронную почту. Вот только проходить тест придется дома. Все будет проверено в один день, 10 апреля, но выбрать можно любой предмет. То есть это может быть и украинский, и математика, и там любая химия, биология, что ребенку в первую очередь нужно. Кроме этого, он имеет возможность еще получить тетради в электронном виде по любому из предметов, которые его интересуют. Хоть все 11. Я считаю, что одного предмета достаточно, так как ты в любом случае готовишься ко всем предметам, а прочувствовать атмосферу у тебя будет достаточнее одного раза. Я туда иду только для того, чтобы понять, как происходит, что нужно делать, что тебе говорят, как вообще ощущения в кабинете. Анатолий Анисимов считает, что пробный экзамен – это генеральная репетиция, поэтому рекомендует не жалей 225 гривен и пройти пробный тест. Цена на пробные ВНО в этом году немного повысилась, но на то есть свои причины. По нашему региону, это Одесская и Кировоградская область, 225 гривен. Это в этом году. Значит, цена немножко поднялась из-за того, что мы даем возможность выбора, хоть все предметы можно пройти, протестироваться заочно. Очно только один предмет. Изменения коснулись не только пробного тестирования, но и основного. Обязательный предмет украинский язык и литература впервые с начала внедрения в ВНО разделили. Теперь литературу будут сдавать лишь те, кто поступает на гуманитарные специальности. Второй обязательный предмет – математика. Если в семье растет будущий технарь, то его ждет экзамен по математике более сложного уровня. Для остальных абитуриентов – стандартный уровень вопросов. Без звездочки, как говорили наши преподаватели. То есть, если в прошлом году было три предмета, какие для поступления нужно было три предмета предоставить сертификат, то в этом году четыре. То есть, украинский язык или украинский язык и литература обязательны, в зависимости от того, что выбрал ребенок. Дальше. Второй обязательный предмет – математика или математика уровня стандарта, если ему не нужна математика для поступления. И третий предмет идет история Украины или иностранный язык. И четвертый предмет уже по выбору. 7 тысяч детей в нашем регионе зарегистрировались на прохождение пробного экзамена 2021. Но уже сегодня на повестке дня – основная сессия тестирования. Замглавы парламентского комитета по вопросам образования, экс-замгубернатора Одесской области по гуманитарным вопросам Сергей Калибошин рассказывает, что сейчас рассматривается два варианта развития событий. Все зависит от эпид-ситуации в стране, но пока идет подготовка к традиционному формату проведения экзамена. Наразі ситуация такая, что мы прогнозируем, что те строки, которые установлены для внешнего независимого оценивания, оно будет проведено в нормальном формате, то есть в очном формате, с дотриманием всех норм и так далее. Мы очень надеемся, что до этого строка уже все, вчители, все, кто будет работать в центрах тестирования, будут вакцинованы. Нас запевнивал главный санитарный лекар, пан Ляшко, что так оно и будет. Впрочем, опыт прошлого года показал и доказал, что карантинное ограничение не помеха для проведения экзаменов. Главное, чтобы все соблюдали правила и следовали рекомендациям.